Слава Господу! Классно мы провели время с этими людьми и видно изменения. Нам всегда нравится замечать, когда мы приезжаем в какое-то место, где мы уже служили и сразу понятно. Знаете, вот встречаешься с людьми, ты начинаешь с ними разговаривать и в течение где-то примерно 10-15 минут ты уже понимаешь, а они вообще что-то практиковали в своей жизни за прошедший год или они ничего не практиковали. И по их лицам было видно, что... То есть мы в прошлый раз, когда приезжали, то есть прям было заметно, что... То есть люди вроде улыбаются, все, но ты смотришь в их лицо и видно, что прямо они наполнены страхом, наполнены переживаниями. И при том, что они говорят, что с прошлого года, ну вот с того момента, как в прошлый раз приезжали, ну как бы по их ощущениям вот эти все там побежки и так далее, они усилились, но в них уже не видно этого страха, в них уже не видно этих переживаний. Удивительный просто момент времени и это просто классно. Разные там тоже происходили чудеса исцеления. Наверное, одно из свидетельств началось еще до того, как мы попали в Донецк, потому что я помню прошлую нашу поездку, что мы ехали до вот этого КПП на въезд в республику и до него дорога прекрасная, потрясающая дорога, федеральная трасса, все хорошо. Как только ты проезжаешь пост, там была, ну как Алексей его называл, стиральная доска. То есть даже в его внедорожнике ехал, да-да-да-да-да-да-да-да, вот так вот ты ехал. То есть там ужасная дорога была, то есть все в заплатках, они все разного размера и понятно, что ехать было не очень удобно. Мы выезжаем с КПП, во-первых, мы планировали, что мы будем ехать там столько-то часов, по итогу на 2,5 часа быстрее приехать, потому что досмотра, оказывается, уже нет. Да, обратно для нас вообще сделали, ну фактически исключение, да, мы заехали на досмотр, когда уезжали из республики, подходит пограничник или кто он там, ФСБшник к Алексею, такой, что откуда, куда едете, там, а, Донецк, Краснодар, все такое, он говорит, а что делали в Донецке? Да, мы священнослужители, я ездил, а, ну езжайте, все. Служители, слава Господу, езжайте, Иисус Царь, слава Господу, служители приватного. Мне очень нравится, что когда ты ездишь в таких местах, когда они говорят, а, верующий служитель, езжайте, все. Ну, это мне очень нравится вообще. А такое свидетельство заключается в том, что мы въезжаем в республику, едем по дороге, и мы начинаем как бы немножко переглядываться друг с другом, потому что, типа, а мы куда едем вообще? Мы не можем понять, потому что мы подумали, что мы поехали куда-то не туда, хотя ехали по навигатору, потому что в прошлый раз мы ехали, а тут мы едем, прямейшая дорога, прям новенькая, как будто бы ее прям перед нами постелили, вот с разметочкой, все прекрасное, и мы едем, и 10 килограмм, и 20, и 50, и 100 килограмм, а она все такая же. Я такой, здорово, едем там, мосты какие-то новые, железные дороги. Я такой, о, смотрю, то Донецкая церковь молится, я смотрю, за регион-то, Иисус Саи, то есть здорово, потому что с точки зрения логики во всех этих телодвижениях, ну, с моей, по крайней мере, точки зрения, немножко нет никакой логики, типа, зачем ложить новые дороги, когда там бомбежки происходят и так далее, вот. Вот, а тут здорово происходит, да, происходит обновление, верю, что в Донецке, наконец-то, нормальные дороги появятся, да, и знаки ограничения скорости, наконец-то, появятся, какой их там нету, да, ну, то ладно, тут сделать такое. Вот, разные были исцеления, одно из таких интересных было, что женщина, она сидела в зале, она вышла сидеть, она говорит, я сидела в зале, первый день конференции, говорит, у меня очень сильно болела спина, и, говорит, прям, ну, тяжело было сидеть, и прямо во время конференции, без молитвы, она получила исцеление, прямо сидя в зале, вот, просто без молитвы, просто, пока она слушала Божье Слово, она получила исцеление. Я обожаю такие свидетельства, потому что в данном случае тогда точно вся слава только Господу, не никакому-то служителю, не еще чему-то, а вот только славу Господу, это прекрасное свидетельство. Субтитры создавал DimaTorzok